МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Местное самоуправление». Сегодня у нас в студии председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по экономической политике и инвестициям Максим Вадилов. Здравствуйте, Максим Эдуардович. Добрый день. Вы у нас депутат нескольких созывов, а у вас накоплен уже определенный опыт. Что с вашей точки зрения самое основное и что характеризует работу собрания? Эффективность работы Чебоксарского городского собрания депутатов конечно же при желании можно оценить огромным количеством критериев. Это и качество работы, и количество нормативно-правовых актов и так далее, экономикой, цифрами. Но я считаю самым простым способом определения и эффективности работы – это прежде всего доверие наших горожан. По результатам состоявшихся в сентябре выборов Чебоксарское городское собрание, очень многие депутаты переизбрались уже не на один срок, причем на одном и том же округе. Это говорит о том, что показатель того, что работа депутата в округе налажена, есть связь с общественными институтами, есть связь с активом. Жители доверяют своему депутату. Я считаю, что это самый простой и показательный способ определения эффективности работы как отдельного депутата, так и в целом Чебоксарского городского собрания. А кто ваши новые коллеги? Как со временем вообще меняется состав? Кого в нем? Предпринимателей, бюджетных работников? Да, действительно, седьмой созыв, депутатский корпус действительно достаточно серьезно обновился. Сейчас у нас более молодой, энергичный, целеустремленный состав. Все депутаты с самого начала, прямо с первого дня работы нового собрания ведут активную работу на благо горожан и на благо столицы Чувашии. В седьмом созыве больше всего руководители предприятий, 24 депутата, в шестом созыве было 27. Есть руководители учебных заведений, два депутата, также было у нас два депутата в прошлом созыве. Руководителей медицинских учреждений добавилось, было два, стало три депутата. Предпринимателей осталось столько же, три депутата. Прибавился один руководитель предприятий отрасли ЖКХ. В шестом созыве их было двое, сейчас три депутата. Очень серьезно добавилось помощников депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. В шестом созыве был один помощник, сейчас у нас целых четыре помощника депутатов Государственной Думы. Появился один пенсионер, появилось двое временно безработных депутатов, ну и даже есть у нас уважаемый депутат, помощник управляющего Чебоксарской и Чувашской епархией Русской Православной Церкви. Один депутат. В общем, состав разнообразный, молодой, активный, целеустремленный. Я считаю, что работа в таком составе будет очень эффективной. Сильная дружная команда получается, можно сказать, да. Вы в новом созыве возглавили комиссию Чебоксарского городского собрания депутатов по экономической политике и инвестициям. Есть уже план работы? Да, конечно. Сейчас мы на ближайшем собрании как раз формируем и рассматриваем на комиссиях, на заседании комиссий план работы на 2021 год. Смотрим мероприятия, которые проводили в 2020 году, готовим отчет. Задачами, основными направлениями работы комиссии по экономической политике являются работа с предприятиями торговли, контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях города, работа по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары. Считаю, что одним из важнейших мероприятий, которые мы провели в октябре-ноябре месяце, это была работа по формированию стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на 2020-2035 год. И на ближайшем заседании Чебоксарского городского собрания этот вопрос есть в повестке дня, и мы после проведения публичных слушаний рассмотрения на публичных службах жителями города, внесения предложений в эту программу, мы примем программу развития города на 15 лет и будем уже понимать те векторы и направления развития, узаконим эти направления развития города, которых будем придерживаться в течение ближайших 15 лет. В своей работе на что вы ориентируетесь и что ставите во главу угла? Ну, конечно же, во главу угла мы ставим благополучие наших горожан и уверенное, устойчивое развитие города. Рост его экономики, ну, в частности, в программе социально-экономического развития рост экономики заложен порядка 3-3,5% в год. И я надеюсь, что ничто не помешает нам реализовать наши очень грандиозные масштабные планы по развитию города. Как бы вы охарактеризовали инвестиционный потенциал столицы и где больше всего нам нужны инвесторы и какие преференции мы можем им предложить? Ну, инвестиционный потенциал города очень велик. И, собственно, вот в этой же программе социально-экономического развития все плюсы, они описаны. Это и географические преимущества нашего города. Он находится на пересечении магистралей, федеральных магистралей и железнодорожное сообщение очень хорошее, и транспортное сообщение по автомобильным дорогам. Мы находимся между крупными центрами, такими как Нижний Новгород и Казань. Мы находимся в непосредственной близости от города Москва. Если считать в масштабах протяженности дорог по Российской Федерации, это 650 километров достаточно недалеко. У нас вокруг города сформирована очень плотная смешанная сельско-городская система расселения. Мы развиваем Чебоксарскую городскую агломерацию на площади около 4 тысяч квадратных километров с населением более 750 тысяч. У нас развита инфраструктура. В конце концов, инвестиционная привлекательность для потенциального инвестора – это в том числе и уровень заработной платы, и наличие трудовых ресурсов. Все это, собственно, должно и привлекает инвесторов на территорию города. Также в городе формируются территории, опережающие развитие. Это, в первую очередь, индустриальные комплексы. У нас уже ведут свою деятельность два индустриальных парка. Они находятся территориально по проспекту трактора строителей. В следующие 3-4 года у нас планируется ввести в действие еще два, но уже частных, значит, индустриальных парка с объемом инвестиций около 1,3 миллиарда рублей. Ну и, собственно, наша природная особенность – это расположение на берегу Волги, уникальные источники пресной воды, чистый воздух, курортные здравницы. Мы, собственно, наделены всеми возможностями для организации въездного туризма. У нас озера, песчаные пляжи, 630 тысяч гектаров лесов у нас в республике, поэтому есть все возможности для причиня туристов. И я считаю, что самыми перспективными являются как раз отрасли туризма, в том числе медицинского туризма, промышленного туризма, рекреационного туризма, ну и в области электротехники и IT-технологий. У нас уже были какие-то пилотные проекты именно от тех вещей, о которых мы сейчас говорили? А у нас сейчас как раз работает производство на территории индустриальных парков. То есть у нас это уже есть, поэтому нам нужно развивать и двигаться дальше. Просто двигаемся дальше. Понятно. Уже известно, сколько у нас город потерял из-за пандемии, и кто пострадал больше всего, какие отрасли? Действительно, в экономических условиях на фоне ситуации, вызванной пандемией, выпадающие доходы города в 2020 году составили порядка 283 миллионов рублей. Это достаточно существенная сумма. Но муниципальными правовыми актами города Чебоксары предусмотрено оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Ну, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты либо отсрочка от уплаты аренды муниципального имущества. То есть по освобождению от уплаты воспользовалось этим освобождением 81 субъект малого предпринимательства на 5,2 миллиона. 89 субъектов малого предпринимательства на 6,5 миллионов получили отсрочку от уплаты, арендной платы. Соответственно, предоставлена отсрочка по платежам по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Ну, вот по этим статьям в целом потери у нас составили 43 миллиона рублей. Ну, также мы снизили налоговую нагрузку по уплате земельного налога в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 20% от суммы на численный налог за 2020 год. И для предпринимателей ЕНВД единого налога путем снижения налоговой ставки с 15 до 13. Здесь у нас потери выпадающей дохода бюджета составили 24,9 миллиона рублей. Но в текущем году бюджету города оказана финансовая помощь с регионального бюджета в размере 200 миллионов рублей. Ну, кто пострадал? В основном при пандемии пострадали учреждения дополнительного образования детей. Городские парки, естественно, упала посещаемость и все эти ограничения, естественно, повлияли на потерю доходов бюджета. Это объяснимо, конечно. Поддержка из регионального бюджета существенно, практически полностью покрыла вот эти выпадающие доходы, которые у нас ушли из бюджета в связи с пандемией. А какой прогноз вы ставите на следующий год? Реально ли говорить вообще у нас о развитии? Еще раз повторюсь о том, что основные вехи, основные направления нашего развития заложены в стратегии социально-экономического развития. Ну, как и Чувашской республике эта стратегия тоже принята. Стратегия развития города Чебоксара является одной из составляющих частей республиканской стратегии развития. В частности, сейчас может быть более конкретизирована эта стратегия на ближайшие пять лет. И она предусматривает устойчивое развитие города каждый год, в том числе и на 2021-2023 год. Значит, в бюджете предусмотрены эти расходы. Собственно, бюджет развития – это расходы, направляемые на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы города Чебоксара. Ну, в частности, в проекте бюджета на 2021-2023 годы на реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрены средства в 2021 году в сумме 3,2 миллиарда рублей. Значит, здесь федеральный бюджет – 2,2 миллиарда, 0,6 миллиарда – это республиканский бюджет, и 400 миллионов – это городской бюджет. Значит, на что планируется потратить эти средства? Ну, строительство, конечно, строительство и реконструкция автомобильных дорог. То есть порядка 640 миллионов вот в адресной инвестиционной программе предусмотрены на эти цели. Строительство 6 детских дошкольных учреждений. 770 миллионов планируется на эти цели. Строительство средней общеобразовательной школы номер 3 в микрорайоне Садовой, строительство которой уже идёт. Газификация заводской территории – 136 миллионов планируется. Строительство городских ливневых очистных сооружений в рамках реализации мероприятий по снижению загрязнённости собственно сточных вод. Поэтому будущий год, уверен, будет также годом развития, и мы будем также уверены, устойчивы, несмотря ни на какие проблемы развиваться, город будет жить и развиваться, становиться уютнее, удобнее, красивее для нас с вами, для наших горожан. То есть мы можем утверждать, что прогноз носит умеренно оптимистический характер. А что будет в социальной сфере? Вот то, что вы сказали, ещё если дополнить. Как относитесь к тому, чтобы строить школы, допустим, за счёт частного государственного партнёрства? Об этом у нас недавно говорила глава республики. И есть ли такой опыт у нас в других регионах? Ну, на самом деле, есть у нас целый закон в федеральном государственном частном партнёрстве. Действительно, эта форма сотрудничества, партнёрства бизнеса и власти – это один из достаточно эффективных инструментов в привлечении инвестиций в экономику, в город, неважно, там, в муниципалитет или в республику. Ну, на самом деле, несмотря, что, собственно, все инструменты есть, и эта идея, она очень давно существует, но к её практической реализации приступили, наверное, совсем недавно. Ну, вот пример можно привести наших соседей из Нижегородской области. Значит, они заключили с инвестором конституционное соглашение о строительстве единого образовательного комплекса на 4,5 тысячи мест. Ну, это целый комплекс там школ. Значит, стоимость более 6 миллиардов рублей, там, три учебных корпуса, центр дополнительного образования. Ну, это позволит создать единую образовательную среду, способствующую, там, эффективному самореализации каждого ученика. То есть, примеры у соседей есть, у нас пока таких примеров нет. Мы рассчитываем применить подобный подход в привлечении инвестиций для строительства новых чебоксарских школ. У нас на ближайшие 5 лет запланировано очень масштабное строительство и денег в эксплуатацию объектов дошкольного образования и общеобразовательных школ. Поэтому я считаю, что мы в ближайшее время подготовим все необходимые исходные данные и подготовим почву для уже непосредственной реализации вот возможной, такого способа партнерства с частным инвестором. Что касается, как выстраивается у нас система взаимодействия бизнеса и власти? Расскажите, как идет работа в столичном индустриальном парке? Ну, как я уже сказал, у нас уже функционирует два индустриальных парка по проспекту трактора-строителей. Первый у нас появился в 2016 году, занимает 23 гектара. Стоимость строительства инфраструктуры из бюджетов всех уровней составила 215 миллионов рублей. Собственные средства инвесторов, которые они вложили в строительство и развитие этой территории, порядка 900 миллионов рублей. Это очень существенная сумма. Сейчас в первом индустриальном парке 87% площади занимают 8 предприятий. В планах на 2021 год выставить на торги оставшуюся землю и еще организовать работу двух организаций, чтобы полностью наш индустриальный парк заработал на полную мощность. Второй индустриальный парк на оборудовании его инфраструктуры из бюджетов городского, республиканского и федерального направлено 245 миллионов рублей. Предпринимателями пока вложено 132 миллиона рублей. арендованы все 16 участков, создано 93 рабочих места. Но многие промышленные объекты находятся в стадии проектирования или строительства. В планах организации сформировать более 550 рабочих мест. Но это уже достаточно серьезная цифра для нашего города Чебоксары. Индустриальные парки привлекательны для предпринимателей благодаря своим льготам, в том числе, эта арендная плата исчисляется как ставка, в размере ставки земельного налога за единицу площади. То есть предпринимателю не нужно брать землю в собственность, он платит за нее такую же сумму, как и за аренду. Если бы она была у него в собственности, он платил налоги. Ну и также приобрести землю в собственность можно за 15% от кадастровой стоимости земли. Ну и, конечно же, все эти плюсы расположения нашего города, территориальной, инфраструктурной и так далее, которые мы с вами уже выше обсудили. Ну и, конечно же, в следующем году ожидается открытие новых производств. Новое производство – это всегда новые рабочие места. Как вы оцениваете у нас уровень безработицы в столице? Уровень безработицы, ну, к сожалению, в 2020 году в силу как раз пандемии распространения новой коронавирусной инфекции у нас возрос. Для этого существовали, конечно, объективные причины. В том числе это повлияло утверждение правительством Российской Федерации временных правил регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработного. Во-первых, это позволило гражданам подать заявление на регистрацию в Центр занятости посредством единого портала государственных муниципальных услуг. Это первое. Ну и второе. Было предусмотрено увеличение максимального, минимального размера пособия по безработице с отдельным категорием безработных граждан и введение доплат из расчета 3000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. То есть получилось так, что для тех категорий работников, у которых зарплата на уровне минимальной оплаты труда либо чуть выше, выгоднее оказалось не работать, а находиться дома. Ну и, к сожалению, это повлияло как раз на повышение уровня безработицы. По состоянию на 15 декабря у нас численность в городе безработных 10 400 человек, что составляет 3,5%. К концу мы планируем этот показатель снизить до 10 200, что составит 3,35%. В дальнейшем, в период на 2021-2023 года, мы прогнозируем значительное улучшение ситуации на рынке труда города Чебоксары. Ну, опять же, у нас очень большие надежды на реализацию как раз нашей стратегии развития, программ развития на 2020-2025 годы, где предусмотрено активное развитие производств на территории города Чебоксары, ну и, как следствие, повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы в городе Чебоксары. Какую помощь получили ваши избиратели в этот период работы и какие наказы они дали вам? За прошедшие 5 лет работы в своем округе, ну, к слову сказать, я избирался вот в этом году по своему же округу, только уже не в качестве кандидата-одномандатника, а в качестве списочника по общегородскому партийному списку. Ну, избирался на территории своего же округа. За прошедшие 5 лет достаточно много было сделано, ну и, конечно же, это не моя личная заслуга, эта работа была проведена в тесном взаимодействии с территориальными общественными самоправлениями. И я считаю, что вообще, наверное, самая эффективная работа у депутатов в округе это не адресная работа с жителями, а работа с активом, работа с теми людьми, которые детально знают проблемы вот каждой территории, обобщают эти проблемы, и мы садимся и их вместе консолидированно решаем. Ну, что касается непосредственно той работы, которая проведена в округе, в части строительства социальных объектов, наверное, в нашем первом округе это самое большое количество было построено образовательных учреждений. Ну, в мой округ входит территория нового города, только на его территории было построено четыре дошкольных образовательных учреждения, ну и введена в эксплуатацию в этом году средняя образовательная школа. Ну, быстрыми темпами развивается сейчас в Украине. Да. Пятый садик был построен на Соленом, то есть пять дошкольных образовательных учреждений было построено, одна школа, была реконструкция, произведена стадиона «Спартак». Ну, конечно, очень много работ было приведено во дворах по благоустройству дворовых территорий. Ну и вот в этом году, значит, в августе, в сентябре месяце были приведены очень масштабные работы по улице Декабристов по благоустройству дворовых территорий. Велась работа непосредственно с избирателем и в общественных приемных. Еще раз повторюсь, очень эффективное сотрудничество с территориальными общественными самоуправлениями. Ну, я считаю, что вот та поддержка избирателей, которая была оказана мне на прошедшей избирательной кампании, говорит о том, что все-таки жители доверяют мне представлять их в Чебоксарском городском собрании и не обмануя их ожидания. И у нас впереди предстоит очень плодотворная, серьезная работа. То есть обратная связь себя оправдывает. Да, конечно. Ну и в преддверии Нового года я хочу передать искренние поздравления всем нашим горожанам, пожелать здоровья, пожелать успехов, пожелать процветания вам, вашим близким. Ну и, конечно, уверенного развития и процветания нашему любимому городу Чебоксары. Спасибо. Мы вас также поздравляем с предстоящими праздниками. И спасибо, конечно, за содержательную и интересную беседу. А я напоминаю, у нас в студии национального телевидения был председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по экономической политике и инвестициям. Максим Вадилов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok